Я из Полтавы. На часах 19.35. Яна Некрасова. Здесь какой-то пожар, говорят. Сейчас будем смотреть, выяснять все. Где тут что? Я из Полтавы. Добрый вечер. Что там? Дом говорит, что что? Уже сделали свою работу? Молодцы. Спасибо. Куда? У меня в форме слабый. Молодцы. Держи за цепь. За рукав держи. Еще скользко вдобавок. Напрячь еще загорелась. А что же она загорелась? Кто знает? Грелась, наверное, да? Ну хоть без жертв, мужики. Ну вот так. Греются люди. Пристройка сгорела напрочь. Сейчас я пойду, попытаюсь узнать. Жертв, ну, пожарные, говорят, не видели никого. Раненых там или кого. Сейчас буду узнавать. По скорой помощи. Никого они не забирали. Ничего плохого не произошло. Но, по словам полицейских, они опрашивали хозяйку. Там была пристройка, где мы видели с вами заревшие. Занетбаны. Заброшенный сарай. Там периодически появлялись бомжи. Ну, не исключено, что и в этот раз бомжи были там. Занетбаном, может быть, и грелись. Таких мест в Полтаве более чем достаточно. Тем более в этом районе. Я уже показывал в нескольких местах вам. Ну, сейчас я еще побуду здесь немного, а потом пойду делать вам репортаж. Я ухожу отсюда. Значит, газ отключен. Газовая служба приехала сразу. Электричество отключено. То же самое. Просят газовиков не уезжать. По одной простой причине, что дети в доме. Ну, их сейчас там нету. Их вынесли. Но сейчас все утихомирится. И газовики проверят сеть. Централи будут включать, чтобы отопление было. Значит, по словам тех, кто тушил пожарных. Значит, смотрите. Бомжи выжигали провода. Вот это их приключение случилось. Также перед этим буквально был пожар на улице Репина. Там примерно такая же ситуация, но там бабушка пожилая кричала, что всех сожжу. Все сгорит, но никто ей не верил. Но в результате через полчаса пожарные машины были там вызваны. Ну, вот так мы живем. К сожалению, я обязан сказать пожарным огромное спасибо. Единственная служба, которая работает как часы. Я им только что в глаза это сказал. Никто в городе так пунктуально и доброкачественно не выполняет свои обязанности, наверное, как они. Не дай бог, конечно, нам сталкиваться с этим, но на этих людей можно надеяться. Среди них есть мои друзья, мои виртуальные друзья. Привет им. Спасибо вам, что вы работаете, что вы делаете эту работу, своевременно приезжаете и спасаете нас от таких грандиозных неприятностей. Всем удачи!